В понедельник 20 июля в Ярселе состоялось заседание антитеррористической комиссии. На повестке дня стоял два вопроса. Первый из них касался исполнения поручения президента Российской Федерации. Представители правоохранительных органов рассказали о том, как и какая профилактическая работа ведется с гражданами, которые освободились из мест лишения свободы по обвинению с террористической и экстремистской деятельностью. Вторым вопросом повестки стало внесение изменений в существующую профилактическую программу для граждан, которые были замечены в совершении террористической и экстремистской деятельности и понесли за это наказание. У нас поступили предложения о внесении изменений и дополнений в программу. Предложениями таковыми у нас являются это привлечение к профилактической работе представителей религиозных конфессий и также самих лиц, которые у нас когда-то были осуждены по данным вопросам о проведении профилактической работы. Стоит отметить, что в 2018 году два жителя Ямальского района были привлечены к мерам воздействия за нарушение российского законодательства в сфере экстремизма и терроризма. В конце прошлой недели сотрудники администрации Ямальского района провели рейд в целях проверки соблюдения санитарных норм в общественных местах и магазинах в трех поселениях нашего района – Ярселе, Салемале и Панайске. В ходе рейда были выявлены как нарушения, так и положительные стороны определены в торговых объектах, которые осуществляют торговую деятельность на территории Ямальского района. В большей степени со стороны торговых организаций все требования соблюдаются на высоком уровне. Есть, конечно, замечания, в том числе и граждане, которые посещают места массового скопления людей. Так, далеко не все граждане носят маски, которые обязательны при посещении общественных мест. Но в целом на замечания нарушителей реагируют положительно. Не стоит забывать, что за подобные нарушения полагается административное наказание, как покупателям, так и торговым администрациям. Непослушных накажут рублем. Организации торговые получили все предупреждения, где были выявлены нарушения, пообещали все устранить в ближайшее время. В ближайшее время мы планируем посетить еще северные поселки, но и по южным поселкам также с контрольной проверкой еще вернемся. В рамках рейда сотрудники администрации проверили не только сознательность граждан в отношении санитарных норм, но и качество продуктов на полках магазинов. И здесь не обошлось без просрочки. Испорченные продукты были удалены с пола. Замечания были направлены в адрес владельцев и сотрудников магазинов. 20 июля начинается прием заявок на участие в добровольческой миссии, в состав которой смогут войти добровольцы Ямало-Ненецкого автономного округа в возрасте от 18 до 35 лет. Деятельность добровольцев будет направлена на популяризацию волонтерского движения, организацию досуга учащихся, вовлечение воспитанников в спортивную, интеллектуальную и творческую деятельность. Сформированные команды волонтеров отправятся в образовательные учреждения округа, в их числе Салемальская школа имени Володи Солдатова. В рамках программы волонтеры расскажут о ценностях и практиках движения, специфике работы и развития добровольчества в регионе, проведут обучающие занятия для детей с использованием современных образовательных техник. Итогом недели станет формирование волонтерского корпуса на базе образовательного учреждения из числа учащихся школы-интернатов. Цитата. «Такого рода добровольческая миссия интересна как детям и педагогам, принимающей стороны, так и волонтерскому корпусу центра. Уверена, что неделя совместной работы будет продуктивной и принесет массу положительных эмоций всем участникам проекта». Ольга Подковыркина. Директор государственного бюджетного учреждения ЕНАУ «Арктический центр добровольчества». В районном центре развернулось строительство нового приюта, в котором будут отправляться после отлова бродячей собаки. Новый объект возводится с соблюдением всех норм, требований и правил, предъявляемых к сооружениям данного типа. Что интересно, это будет не просто здание, а целый комплекс, состоящий из зоны для выгула вольеров, здания, в котором будет располагаться кухня и многого другого, что необходимо для достойного содержания собак. Кроме того, в нем также планируется содержание котов и кошек, естественно, отдельно от собак. В новом приюте каждое пойманное и привезенное животное будет подлежать ряду обязательных ветеринарных процедур, для которых также будет установлено все необходимое оборудование. «Собака, когда попадает на территорию данного объекта, она попадает сначала на осмотр к ветеринару, то есть определяется ее состояние, возможность, либо карантинная зона. Карантинная зона – это вот у нас, да, специально 10 отдельных буток от всего остальной группы, которая будет находиться там. Там у нас еще 40 загонов, ну как бы не загонов, а вольеров». Подробнее о том, как будет оборудован новый приют для бездомных животных, смотрите завтра в новом выпуске программы «Люди. События. Факты». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова